Приветствую вас, и ответом на ваш вопрос в узком смысле будет следующее. Необходимо понять, что вашему мужчине не хватает в отношениях с вами, что он находит в общении с другими женщинами, в связи с ними такого, чего он не видит с вами, и даст ему это. Именно так выглядит конкретный, узкий ответ на ваш вопрос. Я дал его для того, чтобы удовлетворить ваш запрос, но если позволите, скажем пару слов о некоторых общих моментах. Дело в том, что мужчины, которые изменяют вам и смотрят на других женщин, как минимум относятся к вам не так, как вы к нему. То есть, он имеет к вам чувства, но не такие, может быть, сильные или не в такой форме, как у вас. И вы стремитесь, чтобы он был вашим мужем, а он относится к вам не так искренне, как вы к нему. И поскольку вы являетесь супругами, то, может быть, мужчина думает, что он завоевал вас. Может быть, мужчина думает, что давайте ему никуда не денетесь. Может быть, мужчина считает, что вы принадлежите только ему и больше никому. И это проблема. Это та самая причина, по которой мужчина может смотреть на других женщин, потому что знает, что вы никуда не денетесь. И здесь мы подходим к еще одному моменту. Вам можно и нужно показать свое поведение мужчине, что вы не собираетесь терпеть подобные отношения с его стороны. Показать мужчине, что вы не принадлежите ему полностью, не принадлежите ему до конца. И вот если у вас это получится, то тогда мужчина, боясь вас потерять, изменит свое поведение и перестанет совершать поступки, которые могли бы оттолкнуть вас от него. Что еще, о чем хочется сказать, заключается вот в чем. Если мужчина относится к вам не так, как вы. Если мужчина изменяет вам, смотрит на других женщин и так далее. Если мужчина, скажет вопрос, может быть он не так счастлив с вами, как мог бы, и ищет этого счастлива на стороне. Тогда ребенок спросите себя, почему вы с ним, почему он с вами, что держит вас вместе. Если вы его любите и если вы желаете ему счастлив. Наверное понимаете, что мужчина с вами, ну не совсем счастлив. И вот их два пути. Либо вы дадите все невестающее мужчине для счастлива, либо уйдете от него. Потому что терпеть его предательство, его измены, вы не должны быть. Вы такой же человек, как он. Вы имеете полное право быть первой и единственной женщиной для мужчины. И потому подобное поведение вас оскорбляет, вас унижает и постепенно учит терпеть его. Учит терпеть положение не единственной женщины в жизни мужчины. Если вы делаете все, что от вас зависит для того, чтобы мужчина был с вами, а он все равно вам изменяет, это говорит о том, что мужчина не уважает себя и не уважает вас. Потому что изменяя вам, то есть человеку, которого он любит, он изменяется нам на себе. Соответственно, жить и строить быт мужчины, которые себя не уважают, ну это обречь себя на складание, на постоянное унижение и так далее. И вам нужно спросить себя, вы хотите это, вы хотите жить так? И если да, то ради чего? Для чего? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его, пожалуйста, лучше. Будем благодарен. Пока. Всего вам доброго. И до новых встреч.